Мы пытались сделать бой против Конора МакГрегора Они знают цифры Мой гарантированный гонорар 100 миллионов Это моя цифра Мы сторона А Я даже не знаю, сколько денег он заработал до этого Я не знаю, сколько он заработал, но я уверен, что он даже не зарабатывал 10 миллионов В ММА поединке То есть твой бой с Мейвезером реален? Я слышал, слышал, что этот парень говорит Был слив, был слив слухов, между прочим, с его стороны И там говорилось, что он получит 100 миллионов, а я 7 миллионов Слышишь, 7 миллионов это гроши для меня Я думал, что в боксе крутятся деньги 7 миллионов это абсолютно смешно для меня Он говорит о 100 миллионах, я также говорю о 100 миллионах Но мы готовы дать ему 15 миллионов И затем мы поговорим о разделении дополнительных процентов с пейпер-вью доходов Но естественно, что мы сторона А Как человек может говорить о 20-30 миллионах, если он никогда не делал 8 или 9 миллионов? То есть ты говоришь, что ты хочешь 100 миллионов, а ему предлагаешь 15 Я говорю, Конор Макгрегор говорит всем, что он хочет драться Давайте сделаем это Кто бы не хотел покорить оба мира, знаешь, он сейчас стареет Я больше его, я выше его и... Я моложе его Я нужен ему, он мне не нужен В этом вся правда С кем еще ему биться? Если он выйдет еще с кем-то в матче по боксу То ни с того ни с сего гонорар со 100 миллионов упадет до 15 Так что я нужен ему И если он хочет обсудить, мы можем обсудить Но именно я контролирую процесс Флойд, с точки зрения конкуренции, в боксерском ринге это не конкурентный бой Это не мой косяк Помнишь, я проложил путь Еще до Конора Макгрегора, помнишь, Флойд Мэйвезер доминировал с 90-х Я помню, я был на поединке с Каралисом Я не знаю, не просто боксера Не просто боксера Назови мне другого спортсмена, который был на вершине 20 лет Ну, вот что я хочу спросить С точки зрения конкурентоспособности Потому что чемпион, который выступал на высшем уровне многие годы У него внутри должен бурлить поток конкуренции Майкл Джордан смотрит на Леврона Джеймса и думает Я бы защищался от него вот так, я играл бы с ним так Глядя на молодых боксеров, ты думаешь Я знаю, как победить этого парня Я хотел бы драться с этим парнем И это не с точки зрения бизнеса, а исключительно с точки зрения жажды конкуренции Нет На самом деле нет Но Вы постоянно слышите разные слухи о разных бойцах Которые хотят встретиться с Флойдом Мэйвезером Все говорят о Коноре Макгрегори Из-за которого у всех постоянно идет дым из жопы Могу я говорить слово жопа? Нет Но все в порядке, продолжай Дэйна Уайт UFC Давайте сделаем это Приводите его в боксерский мир и я покажу ему, что это такое Легко Что именно это значит? Ты покажешь ему и хочу знать, что ты этим хочешь сказать, что ты сделаешь Я имею ввиду, что я заработал 300 миллионов за 30 минут Я говорю вот что Сколько бы он там ни сделал, если он сделал 8 миллионов за бой, я дам ему 16 миллионов Если он сделал 5 миллионов, я дам ему 10 миллионов Если он сделал 3 миллиона, я могу дать ему 6 миллионов Я могу попросить 100 миллионов, потому что как-то раз я заработал даже больше этой суммы Что ты сделаешь с Конором Макгрегором, если он выйдет на боксерский ринг против тебя? Нет смысла обсуждать то, что и так понятно Нет смысла обсуждать то, что и так понятно Да посильнее Теперь на мне след Конора Макгрегора